Задача о кирпичах. Вот опять же в той книге, которую я упоминал, конкретная математика, эта задача рассмотрена. Там в качестве реальных объектов рассматриваются карты, а на полях переводчик сделал такую пометку. С этой задачей наши студенты первый раз познакомились в 1914 году. Значит, сто лет назад вышло первое издание знаменитого сборника задач по теоретической механике Мещерского, автора этого сборника Мещерской. По-моему, и до сих пор этот учебник используется по теоретической механике. И вот там рассказано об этой тоже удивительной и парадоксальной, на первых взгляд, конструкции. Итак, задача о кирпичах. Можно назвать эту задачу по-другому. Задача о доминошках. Я думаю, мало кто, редко кто или мало кто из нас в детстве не играл в домино. Там 28 костяшек. Из них можно складывать разные интересные пирамиды. И хотелось, обычно, вот я вспоминаю, использовать все эти костяшки, построить высокую какую-то такую вот пирамиду, конструкцию, чтобы она не развалилась. И надо было заботиться об устойчивости, чтобы стол не шатался. Вот так вот. Ну, мы тоже самое сейчас начнем с вами из этих доминошек или из этих кирпичей тоже строить конструкцию. Конструкция будет очень простая. Значит, ситуация такая. Вот стол. Край стола. И на этот стол мы положили к нему. Нет, кирпич я буду делать, кирпич. Вот она находится в устойчивом положении равновеса. Ну, это легко продемонстрировать даже у каждого из вас на столе. Возникает вопрос. А каким может быть вот этот вот выступ? Насколько книга может выступать над краем стола? Если длина этого кирпича равна L. Насколько можно сделать книгу, чтобы она не упала? На L пополам? Согласен. Значит, вот здесь вот L пополам. Совершенно верно. Теперь уже вторую книгу, если мы положим на первую сверху, сдвинуть нельзя. Понятное дело, да? Потому что тогда упадет. Но давайте... А мы хотим, значит, с вами выложить вот такую стопку книг. Ну, это вот можно на картах увидеть. Вот стопка. Колода карт. И вот я их сдвигаю. Вот сдвинем немножко. Возникает вопрос. А каким может быть максимальный сдвиг? То есть, насколько крайняя верхняя карта может сместиться относительно края стола? То есть, каким может быть вот этот навес? Большим, маленьким? Как он связан с L? Оказывается, сейчас мы это докажем, что самую верхнюю карту можно сместить на любое расстояние над столом. То есть, вот если карт очень много, то может возникнуть такая ситуация. Вот здесь вот карта лежат на столе. Вот здесь такая вот линия получается. И вот здесь вот карта, карта, карта. А последняя карта вообще висит в воздухе. Это удивительный факт. Как вот она висит в воздухе? На что же она опирается? Вот мы сейчас это и докажем. И опять же, у нас тут появятся гармонические числа. Но смотрите, мы не будем поступать вот так вот опрометчиво. Сначала максимум выдвинули самую нижнюю карту или кирпич, а потом положили вторую. Давайте мы будем поем по-другому. Мы сначала возьмем самый верхний кирпич. Вот я его взял, самый верхний кирпич. И под него положим второй кирпич. Вот так вот. Здесь, или пополам. И вот теперь эту конструкцию из двух кирпичей положим на стол. Итак, я еще раз повторяю. Вот не надо, если вы хотите выложить, допустим, 10 книг вот таким образом, или 10 кирпичей, надо начинать сооружение это, созидать с верхнего кирпича. Не первый, а со сверхнего. Или если вы хотите нижний положить сначала кирпича, то нужно рассчитать, насколько его можно выдвинуть. Его на половину длины выдвигать нельзя. Так, смотрим вот на это расстояние х. Х мы должны найти. Еще раз повторяю. Верхний кирпич сдвинут относительно нижнего на L пополам. На максимум. Ну, мы понимаем с вами, что край стола должен где располагаться? Вот край стола. Под центром тяжести системы из двух кирпичей. Так, давайте выясним. Здесь же расположен центр тяжести из двух кирпичей. Значит, тут у нас вот половинка. L пополам. Тут тоже L пополам. В силу симметрии мы понимаем, что центр тяжести находится вот в этой точке. Вот в этой точке. Значит, расстояние от правого края нашей конструкции до центра тяжести сколько? Ну, я бы так сказал. Значит, вот сначала L пополам, а потом половинка от этого. То есть L на 4. L на 4. Значит, смотрите. Вот уже можно сместить на это расстояние. Значит, нависать уже будет у нас вот на это расстояние. Так, теперь мы вместо стола опять под эти два кирпича подложим снизу третий кирпич. И мы понимаем, что конец правого этого кирпича должен располагаться под центром тяжести системы из двух кирпичей. Значит, рисуем самый верхний кирпич. На середину, как его смещается, так сказать, второй кирпич. Центр тяжести у них вот здесь вот. Да? И тогда под этот центр тяжести мы размещаем еще один кирпич. Помещаем еще один кирпич. Так, теперь возникает вопрос. Где мы должны разместить стол? Или точнее, как мы должны разместить эту конструкцию из трех кирпичей над этим столом? Ясное дело, что теперь над краем стола должен находиться центр тяжести системы из трех кирпичей. Давайте смотреть, где находится центр тяжести системы из трех кирпичей. Тут немножко кропотливая арифметика, но она элементарная. Так, значит, у нас мы помним здесь L пополам, здесь L на 4, L на 4. Значит, можно считать так, что вот в этой точке у нас находится масса, я рисую, конечно, не очень дальше, у меня кирпичи разные, но вы представляете, что это одинаковые прямоугольники. Значит, вот вместо двух верхних кирпичей мы можем рассматривать точечную массу, масса, допустим, 2M. М это масса одного кирпича, и эта точечная масса находится в центре тяжести системы из трех кирпичей. Так, и добавляется еще одна масса, M. Значит, где-то мы должны эту конструкцию, для этой конструкции найти точку опора. Вот. Значит, обозначим, скажем, вот это теперь смещение, новое, неизвестное смещение, как бы X. Тогда вот это смещение будет L-X. Это расстояние, да? L-X. Так, ну теперь посчитаем, какие здесь моменты сит действуют относительно этой точки опоры. Относительно точки опоры. Значит, момент сит действующих справа от точки опоры. Это, во-первых, масса 2M, и у нее плечо равно X. А? X. Совершенно верно, X. Правильно. Плюс момент силы вот от этой массы. Так, какова же здесь масса? Ну, масса пропорционально длине. Значит, мы должны взять вот такую массу, X пропорционально. Сюда приходится та же масса всего кирпича. Какова? Доля этой длины от длины кирпича. Так. И какое же здесь плечо? X пополам. X пополам. Совершенно верно, потому что цены тяги с этой массой находятся в середине. Здесь как раз X пополам. X пополам. Так. А слева надо учесть плечо, момент силы, создаваемой вот этой массой. Масса, сила притяжения. Значит, здесь масса какая? Пропорциональная этой длине. Значит, это длина L минус X. Берем ее долю от длины L. Умножаем на массу. Так. Получилась масса. А, так, пожалуйста, пусть кто-то другой скажет. А каково плечо силы тяжести, создаваемой этой массой? L минус X пополам. А? Громче, пожалуйста. Совершенно верно. Половина вот L минус X пополам. Вот такое уравнение. Ну, можно было мне сказать, давайте, пожалуйста, посчитайте сами. Ну, давайте я все-таки выполню. Это не так уж долго здесь. А вы только следите, чтобы было все правильно. Значит, для удобства нужно здесь все умножить слева и справа, по-моему, на 2M. Чтобы не было знаменателей. Можно что-то M сократить. А, на M сократить. А, на M сократить. Конечно. Это, в общем, можно было с самого начала сказать, примем массу за единицу. Но мне хотелось массу сохранить, потому что тут по размерности удобно проверить. Совершенно верно. На M сокращали. Вот. Где-либо части удобные. Конечно. Так, тогда получается. L квадрат минус X квадрат разделить на 2L равняется. Нет, вы подождите. L минус X квадрат. А, не так я написал. L минус X квадрат равняется 2X плюс X квадрат разделить на 2L. Так, если слева раскрыть скобки, то будет последняя слагаемая X квадрат делить на 2L. Вот с этим уничтожится. Так, второе. Останется что же у нас слева? Значит, первое слагаемое L квадрат на 2L будет L делить на 2. Минус. Двойки сократятся. L сократится. Останется X только. Останется X квадрат делить на 2X. Так. Отсюда получаем, что X равняется L делить на 6. Значит, смотрите-ка. Это означает, что теперь мы стол можем разместить. Вернее, не стол, конечно, разместить. Стол стоит. И вот эту конструкцию мы можем поставить на стол так, чтобы край стола был здесь. Вот так. И будет эта конструкция устойчива. Правда, устойчиво будет. Равновесие будет неустойчиво. Но конструкция будет находиться в равновесии. Так. А общее смещение? Посмотрим теперь. Вот это вот самое важное. Зачем мы? Следим, что мы исследуем. Смещение. Насколько сместится вот это вот? Складываем. Складываем. Значит, смещение равно L пополам плюс L на 4 плюс L на 6. Нетрудно провести каждому из вас, что если мы будем рассматривать вот N кирпичей, то здесь будет следующая дробь. 8 знаменателей, 10 и так далее. Вот. И опять же мы с вами видим, что здесь появляются гармонические числа. Смещение. Красивое слово такое, да? Вот есть физики. Красные смещения. А здесь вот смещение в таком механическом смысле. Хотя иногда смещение несет негативный оттенок, да? Груз сместился. Судно загрузили. И груз сместился там на один бок. Все опрокинется. Так что... Так. Смещение. Равно. Значит, L выносим за скобку. Вот, допустим, L 2. И здесь получается 1 плюс 1 2 плюс 1 3. Это для трех кирпичей. Вот. Ну, допустим, посмотрим, сможем ли мы добиться реально, сколько надо взять кирпичей, чтобы... Вот, вот, вы получились так. R 3 на 2. 1 плюс 1 2 плюс 1 n. Вот мы берем n кирпичей. Чтобы это смещение оказалось больше, чем L. То есть, действительно, чтобы вот крайний этот кирпич, так сказать, висел в воздухе. Значит, больше L. Вот, чего мы хотим добиться. Ну, это надо просто посмотреть, сколько здесь n надо набрать, чтобы гармоническое число оказалось больше двух. Значит, гармоническое число мы ищем. Первое гармоническое, которое больше двух. Две или четырех кирпичей. А? Четырех кирпичей. Проверим сейчас. Значит, мы порешаем уравнение. А шире ценное больше двух. И ищем. Проверим. Говорят, что 4. Значит, 1 плюс 1 2 плюс 1 3 плюс 1 6 4. Равняется. 1 плюс общий знаменатель 12. Здесь 6 плюс 4 плюс 3. Да. Получается 1 плюс здесь уже 13. То есть это 2,1 12. И все. Значит, уже 4 кирпича можно расположить так, что четвертый, посмотрев на него со стороны, нам будет казаться висящим в воздухе. А вообще можно как угодно. Вот представим себе такую фантастическую ситуацию. Значит, я напоминаю, вот у меня есть Иван-город на границе с Эстонией. И там с двух сторон две крепости. Еще в древние времена. Здесь вроде была бы русская крепость, а там шведская. И вот они, каждая сторона хотела наблюдать, что же делается там за стеной у противника. И они строили там башни все выше, выше, выше. Вот соревновались, чтобы можно было заглянуть во вражескую крепость. Так вот можно, исходя из этого, представить себе такую ситуацию. Есть две сопредельные стороны. Вот здесь границы. И вот мы здесь начинаем строить башню. А башню такую строим на своей территории. И вот она смещается, 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 смещается. И, кстати, в конце концов, мы можем все с сопредельной территорией вот такой крышей закрыть. Хотя это здание будет стоять на нашей территории. Но это фантастическая ситуация, поскольку мы знаем, что для более-менее серьезного смещения надо очень высокую эту башню строить. И никакой кирпич здесь не выделишь. Он раздавится под собственной тяжестью. Ну вот, опять еще одно проявление, причем классическое, пример, который в разных книгах присутствует. И пример, о котором рассказывали студентам на теоретической механике сто лет назад. Учебники уже писали сборник задачи по теоретической механике Мещерского.